Опасная вода. В Янтарном сливают канализационные отходы, причем прямо в Балтийское море. По словам инспектора, в прошлом году недалеко от спуска к морю они обнаружили старую канализационную трубу. Однако, несмотря на штрафы, администрация округа ничего не предприняла для решения этой проблемы. Все подробности в материале Артура Уланова. Незнающему человеку обнаружить эту трубу не так-то просто, но угрозу для экологии она представляет немалую. Ведь канализационные стоки стекают из нее аккурат в Балтийское море. Причем уже второй год подряд. Валентин Ярема обнаружил трубу прошлой весной, но с тех пор опасный ручей так никто и не перекрыл. Я только вижу в этой проблеме халатное отношение органов местного самоуправления, вернее, должностных лиц органов местного самоуправления, которые просто халатно относятся к исполнению своих должностных обязанностей. Поэтому по сей день на протяжении длительного времени вопрос никак не решен. По словам Валентины Яремы, не помогают даже штрафы. Администрация получила около десятка квитанций, почти на 200 тысяч рублей. Проблемой уже заинтересовались калининградские экологи. Безусловно, для окружающей среды есть вред. Более того, согласно Хельсинской конвенции и программе Хелкома, фиксируются так называемые горячие точки. И одни из наиболее распространенных так называемых горячих точек негативного воздействия на Балтийское море как раз таки являются сбросами очищенных сточных вод из муниципалитетов. В администрации Янтарного городского округа свою вину признают, но считают, что вред от трубы незначителен, так как она находится далеко от моря. Природа, она так создана, что она как бы лечит сама себя. До моря там еще практически метров 200, наверное. Таких-таких выпусков он не один в Янтарном. И по этому поводу сейчас мы разработали схему водоснабжения и водоотведения, чтобы уже решать это не локальными участками, там один дом подсадили, второй там подсадили, а вот в целом эту проблему решить. Согласно этой программе, все дома в Янтарном, включая новостройки, будут подключены к единой канализационной системе, на которую установят новые очистные. Их возведение планируют начать уже в следующем году, но остановит ли это выброс отходов в море, покажет только время. Артур Уланов, Николай Потоцкий, Служба новостей.